Рада вас видеть. Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня предлагаю вашему вниманию рассмотреть материал касаемо обсуждения вопросов, реализации методов обогащения и активизации словаря детей с патологией речи. В рамках сегодняшней нашей встречи мы рассмотрим методы обогащения и активизации в работе с глаголами и существительными. Итак, прежде чем приступить к характеристике методов, нам обязательно нужно вспомнить те основные задачи словарной работы, которые регламентируются в рамках дошкольного образования. Итак, первая основная задача – это обогащение словаря новым словам, усвоение ранее неизвестных слов, а также усвоение новых значений ряда слов, имеющихся в лексиконе детей. Вторая задача – это закрепление, уточнение словаря на основе точного соотнесения слов с объектами окружающего мира и обладение обобщением, то есть обладение словом как понятием. Третья у нас основная задача – это собственно самоактивизация словаря, то есть перевод слова из пассивного словаря, то есть на уровне понимания значения, в активный словарь, то есть на уровне активного воспроизведения слова и активного употребления данного слова в разных коммуникативных ситуациях. И четвертая задача – это устранение нелитературных слов, к которым мы относим и диалектные слова, и жаргонные слова, и просторечные слова. То есть в рамках реализации содержания словарной работы вот перед нами стоят основные вот эти четыре задачи. Характеризуя содержание словарной работы, напоминаем, что в данном аспекте у нас регламентируется следующее направление работы – это бытовой словарь, то есть это все, что связано с введением слов, обозначающих бытовую лексику, то есть это мебель, посуда, одежда, обувь, головные уборы, продукты питания и так далее. Природоведческий словарь – это лексика, которая характеризует, которая обозначает явления, предметы, объекты живой и неживой природы. Обществоведческий словарь – то есть семья, улица, город, село, страна и так далее. Эмоционально-оценочная лексика – все, что связано с обозначением эмоциональных проявлений, характеристики слов, обозначающие те или иные эмоциональные состояния ребенка, то есть и в рамках чтения художественных произведений, и при оценке поведения детей в игровых ситуациях и так далее. И пятое направление – это лексика, обозначающая время, пространство, количество. Это лексика, которая нам необходима для реализации разных продуктивных видов деятельности. Напоминаю, что в активном словаре ребенка должно быть не только, собственно, название предметов, да, то есть это не только существительные, да, номинативная лексика, но и обязательно это прежде всего глагольная лексика, название действий, состояние, признаков, свойств, качеств, слова, обозначающие видовые, родовые, отвлеченные понятия и так далее. Если говорить в грамматическом отношении, да, то здесь, конечно же, в первую очередь речь идет о введении, и сначала в пассивный, затем в активный словарь, существительных, прилагательных, глаголов и наречий. Хотелось бы напомнить аспекты работы со словом. У нас четко в методике технологии речевой работы определяется, что при введении слова в слова ребенка нам нужно проработать это слово в двух аспектах. Оно у нас звучит вот такими двумя терминологическими определениями, ономасиологический аспект и семасиологический аспект. Ономасиологический аспект предполагает, после того, как мы применили приемы, привлекающие внимание ребенка к предмету, свойству, качеству, детали, к какому-либо признаку, и после этого используется, применяется прием называния слова, то есть как называется это, то есть внимание ребенка на название. Здесь, конечно, напоминаю, важно четкое, внятное произношение в соответствии со всеми законами фонетики и орфоэпии русского языка воспроизведения данного слова. Мы с вами говорим о таком важном средстве речевого образования, как речевая атмосфера, речь педагога, подача правильного произносимого речевого образца. Второй аспект – семасиологические. То есть после того, как мы дали название слова, обязательно мы должны проработать и обратить внимание детей на семантику слова. То есть что значит это слово. В процессе работы над словом с точки зрения семасиологического аспекта мы стараемся развивать у ребенка желание узнавать, что означает слово. Чтобы ребенок не оставлял без внимания любое слово, которое вызывает у него непонимание в смысле оценивания семантики этого слова. Учить замечать незнакомые слова в чужой речи. То есть мы при работе, например, при оценивании речевого материала должны обращать внимание не только на те слова, которые могут украсить нашу речь и сделать ее более образной, более выразительной и так далее. О чем еще Феликс Алексеевич Сохин нам говорил. Но и обращать внимание на то, чтобы дети инициировали вопросы, касаемые уточнения значения тех слов, которые им кажутся непонятными. Развивать ориентировку сочетаемости слов и учиться относить слова по смыслу, объяснять, толковать значение слов. Но об этом немножечко, чуть позже мы с вами тоже поговорим. Итак, методы словарной работы. Вы прекрасно знаете, что в методике речевого развития, речевого воспитания, касаемо словарной работы, четко определяются две основных группы методов словарной работы. Первая группа – это методы ознакомления с окружающим миром и обогащения словаря. И вторая группа методов – это методы закрепления и активизации словаря. Классические у нас к методам ознакомления с окружающим миром и обогащения словаря относятся рассматривание и обследование предметов, наблюдение за животными, растениями, за деятельностью взрослых, осмотры помещений детских садов, целевые прогулки, экскурсии, связанные с ознакомлением с явлением природы, социальное окружение. Показ картин с малознакомым содержанием. Вы прекрасно помните, что у нас в методике разделяются занятия по работе с картинами с малознакомым содержанием и по работе с картинами знакомого содержания. И, соответственно, эти два метода работы соотносятся к обогащению, если мы работаем с малознакомыми картинами по содержанию, и уже методы закрепления и активизации, если те картины, с которыми мы работаем, детям уже знакомы. Кроме того, к методам обогащения относятся чтение, рассказывание литературных произведений, ну и показ диафильмов, кинофильмов, видеофильмов, просмотров телепередач. Методы активизации словаря, рассматривание игрушек, рассматривание картин знакомого содержания, дидактические игры с игрушками, предметами, картинами, они все рассматриваются как метод закрепления и активизации словаря. Широко известны нам лексические словарные упражнения. Сюда же, в эту группу методов, мы включаем загадывание и отгадывание загадок, и обучение придумыванию загадок, и самостоятельное рассказывание детьми. Здесь мы используем разные типы связанных высказываний по функциям, это и рассказы описания, и рассказы повествования, и рассказы рассуждения, и контаминированные рассказы, когда в ходе повествования используются элементы описания и рассуждения. Сюда же входят типы высказываний в зависимости от психических функций, которые реализуются в процессе данного вида речевой работы. То есть и рассказывание по памяти, и рассказывание по воображению, и рассказывание по восприятию, то есть рассказываем то, что видим, да, рассказывание из опыта, это индивидуальный и коллективный опыт, и рассказывание по воображению, это так называемые творческие рассказывания. Здесь очень много можно говорить по ходу рассказований. И в процессе подобного рода речевой работы, естественно, осуществляются разные методы закрепления и активизации словаря. Итак, поговорим сегодня о работе над глагольной лексикой. В рамках сегодняшней нашей встречи мы основное наше внимание сосредоточим на работе с соответствующими словарными и речевыми упражнениями, которые помогут активизировать и обогатить речь детей именно словами-действиями. Итак, общеизвестно, что глагол является основой любой фразы, любого высказывания. Поэтому, естественно, для того, чтобы ребенок полноценно овладел речью, прежде всего нужно обязательно сформировать у него глагольную лексику, то есть глагольный словарь. Потому что система предикатов, она доминирующая, является доминирующим звеном для развития последовательности событий в любом сюжете. То есть любой сюжет, в первую очередь, это динамика, это действия, это глаголы. Если говорить о детях с речевой патологией, то детям в процессе обучения и рассказывания легче удается и поддается для введения в речевое умение ребенка именно работа над повествовательными рассказами. Потому что динамика, движение, события, переключение внимания ребенка с одного элемента сюжета на другой. Ребенку с речевой патологией это более понятная и более эффективная работа на начальном этапе обучения рассказами, чем, собственно, например, обучение построения писательных рассказов. Там глагольной лексики практически очень мало, в основном используются номинативные и лексика, относящиеся чаще всего на речи прилагательные. Поэтому, когда мы работаем над повествовательной речью, очень важно, конечно, сформировать у ребенка глагольные слова. Глаголы обладают достаточно большой степенью абстракции, поэтому и появление в речи детей происходит, конечно же, несколько позднее по сравнению с существительными. Если вспомнить антогенез речевой деятельности Александра Николаевича Гвоздева, он нам четко определяет, что первые слова, которые появляются у речи ребенка, это существительные. На начальном этапе они могут быть аморфные, и потом появляются только глагольные. Лексика в основном это побудительные глаголы, прилагательные появляются уже намного позже. Итак, обогащение глагольной лексики у ребенка с аллалией. Если, например, говорить об аллалии как одной из самых тяжелых патологий, в большей степени, конечно, именно если у нас есть системное недоразвитие речи, то особое внимание в речевой работе нужно, конечно, обращать именно на глагольную лексику. Поэтому, так как детки, имеющие такой диагноз, они имеют, еще раз повторяю, системное недоразвитие речи, поэтому очень важно грамотно выстроить коррекционную работу по введению глагола в речи ребенка. Несколько слов об особенности глагольной лексики у детей с общим недоразвитием речи. Во-первых, у них наблюдается значительное затруднение в объяснении значения слов. То есть они чаще всего соотносят глагол с конкретным объектом, могут добавлять локатив, заменяют объяснение показом действия. Кроме того, очень часто наблюдается неразвлечение семантического значения глаголов, у которых входящие в одно семантическое поле. Дальше, нет сформированность понятия о многозначности глаголов. В русском языке у нас практически вся глагольная лексика многозначна. То есть идет снег, идет человек. Предположим, низкий уровень владения глагольной синонимией, подбор семантически близких слов по ситуативным признакам, воспроизведение начальной формы исходного слова, подбор слов с отрицательной частицей вместо образования глагола синонима. Низкий уровень владения глагольной антонимией, то есть противопоставление действий. То есть в основном используются слова с отрицательной частицей, приехал, не приехал. Неправильный подбор слова, то есть не отражающий противопоставление основного признака. Подбор семантически близкого слова. Замена антонима формой слова стимула. То есть вот такие трудности у нас, конечно, будут у детей. Если говорить в целом об организации коррекционной работы по активизации глагольной лексики, то в основном это идет по следующим направлениям. Расширение объема словаря глаголов параллельно с расширением представлений об окружающей действительности. То есть, конечно, обогащение словаря, мы с вами выше уже об этом сказали, должно происходить только в процессе что? Расширение представлений об окружающей действительности, формирование эффективной деятельности, предметной деятельности, которая позволит выявить и свойства, и качества, и те действия, которые этот предмет может воспроизводить, и те действия, которые могут быть относиться к этому предмету и так далее. Уточнение значений слов действий, организация семантических полей лексической системы, формирование, что, кстати, организация семантических полей. Что такое семантические поля? То есть это те глаголы, которые по своему семантическому значению могут соотноситься с определенным характером действия. Формирование семантической структуры глаголов единстве основных его компонентов, и понятийного, и контекстуального. То есть в рамках контекста раскрывается основное понятие. Меняя контекст, раскрывается другой оттенок значения этого слова. Активизация словаря, действия, совершенствование процесса поиска слова и перевод слова из пассивного в активный. Ну и, соответственно, очень важно развить синонимию и антонимию глаголов и сформировать все основные способы словообразования глаголов. Нужно отметить, что детей с речевой патологией вызывают достаточно значительные трудности не только образование глаголов профиксальным способом, то есть с помощью приставок. Приехал, уехал, подъехал, выехал. Но и образование слов на базе глаголов, они стараются, у них тенденция сохранить основу, основу глагола, инфинитива. То есть ехать, я ехаю, ду, да? То есть рисовать, я рисоваю. То есть вот тенденция при словообразовательных процессах сохранение основы инфинитива. В коррекционной работе по формированию глагольного словаря можно, соответственно, выделить следующие этапы. Подготовительный этап, то есть уточнение значения глаголов в пассивном словаре. Этап формирования лексических умений, навыков. То есть мы отрабатываем точное употребление глаголов в потоке речи. Так называемое формирование синтагматических отношений. Синтагма, то есть умение в потоке речи соединять глаголы на основе сочетаемости с другими словами. Формирование парадигматических отношений. Что это значит? Это формирование представления о времени глагола, о виде глагола и так далее. В практическом плане. И заключительный этап введения изученных детьми слов в фразовую речь. На общем этапе формирования первых слов, если, например, мы говорим о детях с выраженной речевой патологией, сначала отрабатываются простые схемы обращения плюс действия, то есть побудительные глаголы. Звучить отдельное обиходное словосочетание. Дай пить, хочу есть, буду спать и так далее. В процессе такой работы идет накопление пассивного словаря, а затем постепенно в введении в активную речь. Значит, в какой последовательности можно проводить работу по обогащению глагольного словаря? Продуктивные глаголы, обозначающие состояние состояния человека, Ирина Алексеевна, у нас подвисло немножко со стороны спикера вещание. Большая просьба, попробуйте выйти и зайти в вебинар заново. Сегодня, коллеги, не волнуемся, сегодня немножко интернет почему-то на платформе у нас вот так себя ведет не очень хорошо. Коллеги, слышно ли, видно ли меня? Поставьте, пожалуйста, значок огонек. Если видно, слышно. Ага, хорошо. Сейчас мы решим вопрос спикером. Не волнуемся, не расходимся, забираем пока презентацию из вкладки. Продолжение следует... 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 Да, Эльвина, пропадает не просто речь, у нас иногда пропадает и спикер, и я вижу, что немножко начинает притормаживать. Но это вот с утра, к сожалению, не только здесь, я это замечаю по собственному интернету, к сожалению. Техника есть техника, иногда она нас подводит, да, подвисает видео, я вот по своему вижу видео, что оно немножко начинает подвисать, поэтому... Пока видео опять началось освещение. Ага, все, попробуем так, давайте так попробуем. Камеру можно отключить у себя в видео, давайте я вам выключу видео, мы оставим просто голос, а я уйду за кадр. Угу. Умываться, кушать, спать, играть, гулять. И ребенку озвучивается действие, задается затем вопрос, где кукла спит, а где кукла кушает, и ребенок показывает соответствующую куклу. Обучение ребенка отдавать команды игрушкам, использовать глагол повелительного наклонения. И, соответственно, в активный словарь у нас включаются такого рода глаголы, как иди, спи, неси, лови, беги, пиши. Таким образом, мы можем ввести в слова ребенка 8-10 названий действий. Далее отрабатывается модель обращения по имени плюс глагол повелительного наклонения. Миша, иди. Маша, лови. Затем идет усложнение структуры. В отработанную модель мы вводим существительное в винительном падеже. Обращение плюс глагол повелительного наклонения и существительное в винительном падеже. Вова, дай куклу. Далее. Ну вот посмотрим, как могут выглядеть модели обращения плюс глагол повелительного наклонения. Оля, кати. Ляля, лови. Коля, спи. Дима, беги. Тата, иди. Ната, мой. Толя, неси. Ваня, плыви. Вот мы можем поработать с такого рода картинками. Далее. Здесь предлагается игра для отработки модели обращения плюс повелительный глагол на пушке зайчики. Да? Вот. На пушке леса зайчики собрались, все дети собираются в намеченном месте. Педагог читает стишок и вместе с детьми делает движение, иллюстрирующий текст. Ну-ка, зайка, поскочи, поскочи. Лапкой, лапкой постучи, постучи. Ты на трапку упади, упади. Полежи и отдохни, отдохни. Отдохнул? Теперь вставай. Прыгать снова начинай. Быстро к елочке беги и скорей назад скачи. Повторяем 3-4 раза. Вот. То, соответственно, если уровень речевого развития ребенка позволяет, то может уже ребенок воспроизводить подобного рода текст, а дети выполняют такого рода движения. Ну, тут примерно, значит, как можно какие игры подбирать. Далее. Далее мы учим использовать инфинитив глаголов. Спать, гулять, играть, петь, лепить. Соединение с словами. Хочу, иди, надо, не надо, можно. Игра. Кто что будет делать. Куклы одеты по-разному и в зависимости от действия сидят на столе. И ребенок должен отгадать, что планируют делать куклы. Умываться, кушать, спать, играть, гулять. И здесь нужно постараться закрепить в речи у детей схемы для выражения желаний. Дай воды, молока. Можно спать, можно есть, можно гулять. Идем, играть, идем, лепить, идем, гулять. Хочу, есть, хочу, спать, хочу, пить и другие. Ну, вот пример вот подобного рода организации таких действий мы здесь можем наблюдать. Далее отрабатывается схема. Существительная плюс глагол третьего лица настоящего времени. Мальчик рисует, девочка поет. Здесь, конечно, хороши сюжетные картинки, на которых изображены субъекты, которые будут совершать разные действия. И субъекты действия, которые совершаются одним и тем же лицом. То есть девочка и умывается, читает, катается, плавает, плачет. Ну, вот как вот на этой подборке картинного материала. Отработка схемы существительная плюс глагол третьего лица настоящего времени. Да? Девочка идет, мишка идет, девочка бежит, медвежонок бежит. И, соответственно, идет, сидит, сидит, спит. И на примере сравнения двух объектов, значит, изображенных на картинке, мы с вами закрепляем подобную схему. Дальше. Развитие синонимии и антонимии глаголов. Можно провести подобную работу при помощи специальных упражнений, которые строятся на материале отдельных слов, словосочетаний, предложений, связанных текстов. Все это поможет сформировать понятие антонимия в обиходной речи. Какого рода можно предлагать упражнения? Ну, во-первых, группировка глаголов, антонимов по парам, да? Возможно, комментирование, рассуждение по образцу. Ну, плакать – смеяться. Ломать – чинить. Понятно. Вот, конечно, здесь очень много нужно таких парных картинок, где бы, значит, противопоставление действий было достаточно четко изображено на картинке. Замена антонимов уже в рамках контекста предлагается предложение, дополнение незаконченного предложения словами с противоположным значением. Основная задача – то есть введение в речь детей подобных антонимических моделей. Можно использовать и предлагать следующие виды заданий и игр. Скажи наоборот. Выбери картинку. Что хорошо, что плохо. В процессе работы над антонимами используются игровые приемы, например, игра бумеранг. То есть ребенок должен возвратить логопеду, педагогу слово в противоположный по смыслу. Можно использовать мяч, перебрасывание мяча или движение мяча по кругу, если дети стоят по кругу. Стихотворные диалоги. Игра наоборот. То есть у нас в методической литературе достаточно много набирается приемов работы, которые позволят подобрать упражнения, направленные на активизацию в рамках такой речевой работы антонимов речи детей. Особое внимание в работе над синонимами, глаголами-синонимами, необходимо уделить развитию у детей понимания тех признаков, которые могут ложиться в основу образования глагола-синонима. На начальных этапах работа ведется на примере синонимов с более выраженной степенью семантической близости. Торопиться, спешить. То есть достаточно яркое противопоставление идет. Глядеть, смотреть. То есть достаточно можем и видеть близкую семантику. А в последующем уже над синонимами с менее выраженной семантической близостью. Смеяться, хохотать. Например, можно использовать подобного рода приемы работы. Формирование умения находить в тексте синонимы к заданным глаголам. Подбор глаголов-синонимов, дополняй синонимический ряд. Так, я начну, а вы там, значит, подбираете. Продолжайте. Выбор глаголов-синонимов из ряда для заданного контекста. Замена глагола-синонима более подходящим для заданного контекста. То есть ребенок уже должен сориентироваться в оттенке значений, исходя из заданного контекста. Используется задание. Подбери по три синонима к словам детям, например, уже старшие подготовительные группы. Замените глаголы в словосочетаниях или замените слова действия. Найдите синонимы. То есть синонимы, значит, мы характеризуем близкое по значению. И подбор глаголов-синонимичные данные. То есть, по сути дела, подобного рода установки в зависимости от возраста детей. Но в дошкольном возрасте мы не используем термин синоним и антоним. Или используем слова приятели-неприятели. То есть приятели, синонимы-неприятели, антонимы. Или близкие по значению, противоположные по значению. Соответственно, игры для обогащения словаря глаголами-синонимами. Например, скажи иначе. Как сказать по-другому? Ну и, соответственно, здесь представлено описание игры. Дети приглашаются в гости к котенку. Интересно, чем он сейчас занят? Раздаются картинки, вырезанные по контуру. Малыши по очереди наклеивают на игровое поле свою картинку. Поясняют действия котенка словами. Котенок смотрит. Логопед предлагает подумать. Как можно иначе назвать это действие? Смотрит, глядит, наблюдает и так далее. И, соответственно, подбираем именно те картинки, которые позволят достаточно легко подобрать синонимы для обозначения соответствующего действия. Важным в работе над синонимами и антонимами является понимание ребенком и умение, во-первых, не смешивать название действий, где похожи ситуации. Моет, умывается, бежит, прыгает. То есть вот вы видите картинки. Умывается – это одна ситуация. Моет – значит моет что-то. И понимание структур. Где купает ребенка, а где купается. Где, значит, соответственно, где умывается, а где моет. Дальше. Формируем умение понимать, сколько лиц выполняют действия. Спит – спят. Ест – едят. Летит – летят. Здесь, конечно, не лишний будет напомнить о роли развития фономатического слуха в понимании подобного рода грамматических форм глагола. Потому что именно отличие звучания и способность ребенка воспринять и сориентироваться в изменении звучания слова позволит эту способность в процессе речевой практики и сформировать соответствующее языковое обобщение, позволяющее ввести в речь ребенка соответствующую грамматическую форму. Конечно, вот работа над фономатическим слухом в данном случае она будет предопределяющая. И уровень сформированности слуха, он достаточно важен для того, чтобы у ребенка сформировались все вот эти грамматические представления. Противоположные по значению глагола «застегни, растегни, сними, надень». Далее. Единственное и множественное число глаголов, то есть опять-таки учим ориентироваться детей в том, сколько лиц осуществляет действие. Итак, мишка спит, мишки спят, мяч лежит, мячи лежат. В процессе подобного рода речевой работы педагогу очень важно интонировать, четко произнести окончание глагола. Окончание глагола, которое позволит на слух воспринять изменения в грамматической форме. А затем можно без опоры на символ действия. Куст цветет, кусты цветут. И так далее. И, соответственно, без наглядного материала мы, конечно, с этой работой не справимся. Поэтому, пожалуйста, вы можете видеть, какого рода картинки необходимы нам для того, чтобы провести подобную речевую работу. Далее. Отработка умения определять лицо по глаголу прошедшего времени. Саша нарисовал, Саша нарисовала. Значит, где говорится, где Саша, да, это имя девочки, а где Саша, это имя мальчика, да, показать соответствующую картинку. Женя помыла чашку, Женя помыл чашку. Опять-таки сориентироваться на звучание формы глагола, грамматической формы, и, исходя из этого, понимать, какое лицо. То есть, в данном случае, женское и мужское. В первую очередь, род, женский род, мужской род, средний род, пока на начальном этапе мы сюда не берем. Научить понимать, где действие совершается совместно, а где нет. Покажи, где идет малыш с мамой, а где идет без мамы. На общем этапе сопоставления грамматических форм слово «ребенок» должен иметь следующий запас глагольных форм. Повелительное наклонение второго лица, единственного числа, лови, спи, инфинитив, гулять, есть, изъявительное наклонение настоящее время, читаю, умею, и прошедшее время третьего лица, единственного числа, делала, делали. Задание на сопоставление сначала двух, затем трех форм одних и тех же глаголов. Дыши, дышит, дышу, пей, пьет, пью. Сопоставительный форм, то есть умеется относить данные грамматические формы и, соответственно, правильно воспроизводить данные формы глагола. Научить детей изменять форму глаголов третьего лица, единственного числа, на форму первого лица, единственного числа. Вовы идет, третье лицо, я иду, первое лицо. Виды изменять глаголы третьего лица, единственного числа, инфинитив, с помощью вопроса «что делать?» Маша читает книгу, тебе надо что делать? Читать книгу. Петя рисует бабочку, тебе что нужно делать? Рисовать бабочку. Развитие игры на развитие умения изменять глаголы по лицам. Здесь вы видите пример игрового упражнения. Как проводится на игровом поле, друг над другом наклеиваются картинки, цветок, рыба, уши, пицца, малыш и так далее. И логопед предлагает детям сочинить стихотворение и использовать в нем слова, названия и действий. И в ходе работы может получиться соответствующий такой интересный текст. «Я цвету, и вы цветете», прошитала рыбка рыбком. «Я плыву, и вы плывете». То есть дети, как правило, очень хорошо на подобного рода игровые упражнения реагируют, с удовольствием их выполняют. Формирование словообразования глаголов у детей данной категории осуществляется в следующей последовательности. Первое. Дифференциация глагола «совершенного» и «несовершенного» вида. «шить», «сшить», «вязать», «связать». Образование глаголов несовершенного вида с помощью продуктивных суффиксов. «Ива», «ыва», «выловить», «вылавливать», «обуть», «обывать» и так далее. Работа идет над дифференциацией возвратных, невозвратных глаголов. То есть дифференциация глаголов с наиболее продуктивными приставками. То есть что значит продуктивные приставки? Наиболее частотные, часто употребляемые. «в», «в», «под», «от», «при», «у», «пери», «за», «на», «вы» и так далее. В первую очередь. Далее. Ну, здесь можно увидеть игры для дифференциации глагола «совершенного» и «несовершенного» вида. Значит, «в стакан наливает» и «с стакана что делает?» «выливает». «Что делало?» «мыло», «что сделало?» «вымыло» и так далее. И несколько слов об особенностях номинативной лексики. Значит, если говорить о тех особенностях о словеупотребления существительных у детей с нарушениями речи, чаще всего выделяются следующие проблемы. Нарушение дифференциации значений слов, входящих в одно родовое понятие. «Оса, пчела, грач, сорока, цапля, айс, пальто, плащ». То есть, могут не различать, исходя из того, что данные видовые слова, обозначающие данный вид, входят в одну родовую группу. Смешение слов на основе сходцев функционального назначения. То есть, для чего предназначен данный объект. Тарелка, блюдце, чашка, стакан. Замена внешне сходных слов. Смешение слов, обозначающих часть и целое. Примеры вы видите. Ошибки в группировке как семантически далеких, так и семантически близких существительных. То есть, ребенок, когда, например, осуществляет работу в процессе упражнения четвертой лишней, он может выделить данный предмет только потому, что она рыжая. То есть, отличается по... Кроме того, выделяются трудности в подборе синонимов существительных. В основном подбираются примитивные антонимы с отрицательной частицей, используются родственные слова, повторяются стимульные слова или ребенок дает слово близкое по звучанию. Трудности в подборе антонимов существительных. То есть, опять-таки, используются слова противоположного значения, но только с отрицательной частицей. Друг, не друг. Подбор слова семантического близкого предполагаемого антонима утро-день, утро-ночь, хотя у нас утро-вечер должно быть. Использование слова семантического, семантически близкого предполагаемого синонима шум-гром и замена антонима словоформе, слово-симуло, например, утро-утро и неправильная словообразовательная форма. Соответственно, работа проводится по группировке как семантически далеких, так и семантически близких существительных. Подобного рода задание, оно предлагается с детьми с использованием соответствующего набора картинного материала. Предлагаются различные картинки, перед ребенком стоит задача разложить их в группы, отобрав в одну овощи, в другую ягоду, в третью, например, обувь. И в этом задании принцип классификации детям уже нужно на начальном этапе давать в готовом виде, то есть ребенок должен знать, на какие три группы, например, нужно ему склассифицировать вот эти картинки. Далее. Классификация предметов по картинке, когда уже критерий классификации ребенка не называется, то есть детям дается задание разложить картинки на две группы, и ребенок должен сам уже определить, на какие две группы, на какие видовые группы в данном случае мы можем, значит, эти картиночки сгруппировать, по каким группам. И только обязательно после выполнения такого задания называется каждая группа соответствующим обобщающим словом. Эти задания можно усложнить, когда мы начинаем увеличивать количество логических групп, которые можно составить из заданного набора наглядного материала. Найди лишнее. Опять-таки, из ряда картинок, относящихся к одной логической категории, выделяем относящиеся к другой логической категории. Найди лишнюю картинку. Но здесь, конечно, обязательно нельзя опускать такой этап, как объяснение мотивации выбора. То есть ребенок должен объяснить, почему это слово лишнее. Лишняя картинка может быть различной степени контрастности рядом с рядом однородных предметов. То есть может быть достаточно выраженная контрастность и в рамках усложненной варианта речевой работы уже менее контрастной можно предложить изображение. Вот пример здесь представлен на слайде. В школьном возрасте, конечно, необходимо формировать у детей обобщение уже более высокого уровня, в частности, такие как продукты питания, растения, живое, неживое и так далее. Ну, а в дошкольном возрасте, конечно, мы сравниваем практически большинство предметов, относящиеся к разным логическим категориям. Для формирования понимания значений обобщающих слов в разной степени сложности можно использовать еще и такие приемы работы, как в такой последовательности, например, такие понятия, как фрукты, овощи, цветы, деревья и затем на этой основе вводить понятие растения. Например, ребенку называются два слова, предъявляются соответствующие картинки морковка и картофель. И задаются вопросы, чем похожи морковь и картофель. Затем к этим двум словам, двум значит, картинкам добавляется еще следующая третья картинка яблок. И спрашиваем, чем яблоко отличается от моркови и картофеля, а чем морковь, картофель и яблоко похожи. И эти операции можно продолжать до тех пор, пока не получится целый ряд, состоящий, например, из таких слов морковь, картофель, яблоко, потом можно грушу, береза, ель, ромашка, колокольчик, трава. И таким образом мы формируем целую цепочку, позволяющую сформировать такие логические обобщения. Следующее упражнение подведение слов видового значения под родовое понятие. То есть, это нам всем хорошо известное упражнение. Туфли, сапоги, сандалии, это и соответствующее подбирается родовое слово. Обобщение через противопоставление. Ласточка, птица, а бабочка. То есть, эти все упражнения, они достаточно современные, но не лишнее здесь напомнить, что принцип подобного рода грамматических упражнений был еще предложен 200 лет назад Константином Дмитриевичем Кушинским. Составление словосочетаний предложений со словами, обозначающие соответствующие видовые родовые понятия. Следующий прием, на который можно было обратить внимание при работе над существительными, это объяснение этимологии слова. Объяснение этимологии, то есть происхождение слова. Для дошкольников целесообразно для этого давать те слова, где выражена очевидная связь с логическими определениями. подберезами, то есть это гриб, который растет подберезами. Дальше работа над этимологией происхождения. Например, как называют зайцев родившейся осенью? Листопаднички. Почему они так называются? Исходя из того, что основное явление природы в это время года, листопад, и вот поэтому их так называют. Дети, как правило, с большим интересом работают над тем, что пытаются догадаться о происхождении этого слова. Подбор предметов действий и наоборот. Можно использовать наглядность, а можно наглядность не использовать. То есть, для чего это нужен предмет, что с ним можно делать? То есть, здесь уже идет связь между номинацией и глаголом. Подбор признаков предметов и наоборот. То есть, круглые, желтые, сладкие, мягкие, и, соответственно, делать сначала дети на начальном этапе выбирают из предложенного наглядного материала, ну, а затем мы можем этот ряд расширить. Подбор синонимов, то есть, слов приятелей, к предъявляемым устно-словам. Дорога, путь, колея, линия, врач, лекарь, доктор, медик и так далее. Вообще, конечно, работа над синонимией с существительными это достаточно сложный вид речевой работы. Замена последнего намеренно измененного стихотворения слова синонимом в рифму. Панцарь носит черепаха, прячет голову от испуга. Какое слово близко по значению подходит, чтобы, в общем-то, сохранить рифму. Или для уже школьников станьте дружно каждый раз, когда учитель входит в кабинет. Соответственно, подбираем синоним ребенку легко, потому что он ориентируется на рифму, на ритмический рисунок фразы. Подбор антонимов слов неприятелей. Опять-таки, это тоже для детей не простая форма речевой работы. Жара, зной, холод, утро, ночь, вечер, добро, зло, радость, друг, враг, ссора и так далее. Потому что все-таки в практике мы больше стараемся ориентироваться в подборе слов, синонимов относительно прилагательных и антонимов. А вот касаемо существительных, на этот аспект речевой работы нужно тоже обращать внимание. Нельзя не сказать о работе с многозначными словами. Иголки, на примере, то есть, соответственно, мы не можем отработать многозначенно существительным, подобным существительным, без соответствующего наглядного материала. У сосны и елки тоже есть иголки, есть иголки у ежа и так далее. Ножка, ножка стула, ножка человека и ножка у гриба. Объяснение некоторых видов переноса, наименования в многозначных словах. Слива – это дерево, слива – это плод. Эмоциональное. Несколько слов по поводу эмоциональной оценки некоторых слов в рамках работы с существительными. Детям нужно предлагать учиться подбирать, запоминать, воспроизводить слова, обозначающие эмоциональное состояние. И, соответственно, подбирать слова грустные, веселые, злые, добрые, грубые, ласковые и так далее. Ну, вот, примерно, веселые, какие у нас слова, да, злые. Тут, конечно, элемент может быть такого субъективного понимания. У каждого ребенка с добротой возникает своя собственная ассоциация, но все это способствует развитию славотворчества у ребенка и привлекает его внимание к оперированию подобного рода языковыми средствами. Соотнесение эмоций и производных действий от них. У мальчика улыбка на лице, он радуется. У девочки злость на лице, она сердится, да, то есть соотнесение. У девочки на лице удивление, она удивляется, да, то есть мы видим, что как у нас образуется глагол удивление удивляется, понятно, сохраняется, а улыбка радуется, злость сердится, поэтому подобного рода, значит, работа, она очень обогащает. Таким образом, все приемы, да, я стараюсь уложиться во времени, все приемы должны быть направлены на обогащение словаря, закрепление, уточнение, главное, на активизацию слов речи. Для этого используем и двигательные упражнения, и игрушки, и картинки, и кукольные театры, различные компьютерные технологии, да, сейчас очень популярны вот эти компьютерные программы, мы тоже практически вот в подготовке своих студентов активно пользуемся такими родами, технологиями, правильно подобранные методы и приемы, да, особенно, если говорить о детях с речевой патологией, способствует не только количественному увеличению словаря, то есть увеличение количества слов в активном словаре ребенка, ну и прежде всего осознание значений, смысла слов в речевом потоке, все, что способствует развитию такой стороны лексики, как называем, качественного словаря, качественной стороны лексического развития. Вот примерно вот в таком ключе я бы хотела вам представить основные моменты, касаемо подбора методов и переемов обогащения активизации словаря на примере глаголов и существительных. Все, я уложилась. Так, вопросы, давайте посмотрим. Вопросов особо я, как бы, и не вижу. Так, если кто-то желает у меня о чем-то спросить, пожалуйста, пишите. так, вопросов нет, да, я так понимаю, что все понятно. так, ну, в таком случае я благодарю вас за внимание и с вами прощаюсь. Всего вам доброго. так, ну, вот тут у нас был вопрос, как избавиться от плохих слов. Так, ну, как избавиться от плохих слов. Ну, во-первых, вкратце, раз уж у нас тут прозвучал такой вопрос, я так понимаю, плохие слова это не литературные слова, да, я, я так понимаю. Ну, во-первых, во-первых, вспомнить нужно вот о чем, здесь нужно вспомнить о классических средствах речевого воспитания ребенка. Во-первых, это общение, общение со взрослыми, общение со сверстниками, общение с детьми другого возраста. И причем это общение должно быть что? Сообщение с верстниками, с детьми другого возраста, оно должно быть под руководством взрослого. Понятно, да? Дальше, это первый момент. Второй момент, это речь педагога, которую нам еще достаточно четко, обстоятельно сформулировала Тихеева, Елизавета Ивановна Тихеева, что образец, образцовая речь педагога. При этом мы говорим о чем? Не забываем, что ребенок пришел из семьи, уходит в семью. Поэтому работа с родителем в этом плане здесь, конечно, важна. Дальше, следующее, это, конечно, наше занятие, это наша речевая среда в нашем образовательном учреждении и огромная роль искусства. Когда ребенок приучен слушать книгу, когда он приучен читать, когда он любит слушать чтение, да, когда мы работаем на то, что есть как много красивых слов в нашем прекрасном русском языке. То есть очень, во всяком случае, это работа не одного дня, я хочу сказать, и в работе по устранению так называемых плохих слов из речи ребенка должна быть подключена не только специалисты детского сада, но и обязательно родители, конечно же. Вот, это такая совместная работа. Родители, они такие же участники образовательного процесса, как и специалисты, работающие в образовательном учреждении. Вот, я бы, наверное, так ответила на ваш вопрос. Так, еще есть ко мне вопросы? Ну, больше нет. Тогда всем спасибо, до свидания. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok